Всем огромный привет! И сегодня я покажу вам 5 новинок от бренда Blitzwolf, которые попали мне на обзор. По традиции конкурс условия в конце видео, а также напоминаю, что многие из товаров с моих обзоров вы можете приобрести по ценам ниже китайских. В моих группах в инстаграме и вконтакте. Ссылки на них в описании, подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новинок. А начать по традиции я хочу с наушников, и в этот раз Blitzwolf решили выпустить полноразмерные наушники закрытого типа. Модель BWHP1. Поставляются в стандартной коробке от Blitzwolf. В комплекте, кроме самих наушников и ненужных бумажек, по традиции два кабеля. Один microUSB для подзарядки и AUX для подключения напрямую к источнику звука. Наушники имеют складной корпус, выполненный из глянцевого пластика, с мягкой вставкой у изголовья и металлическими выдвижными элементами. На корпусе правого динамика расположены кнопки управления, встроенный микрофон, а также microUSB для подзарядки встроенного аккумулятора. При помощи кнопок можно переключить трек, отрегулировать громкость, поставить музыку на паузу или ответить на входящий звонок. На левой стороне только AUX-вход для подключения кабеля. Должен сразу предупредить, что при использовании AUX кабеля встроенный микрофон в наушниках отключается, и использовать его как гарнитуру, например подключив проводом к смартфону или компьютеру, не получится. Микрофон работает только при Bluetooth подключении и все. Bluetooth в наушниках используется версией 4.1. Встроенной батарейке на 420 мАч хватает примерно на 13-15 часов прослушивания музыки. В остальном по техническим характеристикам тут мало интересного. Корпуса динамиков подвижные, амбушюры мягкие. Наушники на голове сидят приятно, не сваливаются, не передавливают, уши в них не приют. Такие наушники отлично подходят для длительного ношения, так как не вызывают дискомфорта при использовании. Ну и звук. Желательно конечно подключать эти наушники по AUX кабелю. Именно тогда звук в них становится максимально возможного качества. Он тут мягко говоря шикарный. Эти наушники по звучанию реально пробирают до мурашек по позвоночнику. Он весьма детальный, все слышно отчетливо. Немного преобладают низкие частоты, за счет этого он получается бархатным что ли. Короче, со звуком у этих наушников все просто отлично. И по итогу наушники мне понравились, хоть они и не лишены определенных недостатков. Например у них очень маркий корпус. Он моментально заляпывается и в комплекте с ними приходится носить тряпочку и постоянно их протирать. Плюс AUX кабеля из комплекта очень короткий. Его длина около метра и он подходит только для использования со смартфоном. Если же вы хотите подключить эти наушники к компьютеру, то вам придется покупать удлинитель, либо искать более длинный AUX кабель. Но все эти мелкие недостатки конечно с лихвой перекрываются просто шикарным звуком. Поэтому, как говорится, рекомендую. Следующая коробочка PWP8 и это пауэрбанк на 20 000 мАч. В комплекте только сам девайс и кабель Type-C на Type-C. Он здесь неспроста, но об этом я расскажу чуть позже. Первое на что обращаешь внимание, это конечно вес зарядного. Он составляет более 400 грамм. Корпус пауэрбанка выполнен из черного матового пластика с рифленой поверхностью. Имеется кнопка активации устройства и 4 светодиода, которые отображают степень заряда аккумуляторов. На торце имеются три разъема. Два стандартных USB и один Type-C. И если с USB все понятно, это стандартные выходы для подзарядки устройств, которые поддерживают в том числе быструю зарядку формата S-Power на 2,4 А при 5 Вольтах. То Type-C разъем это отдельная песня. Дело в том, что он двухсторонний, то есть он может работать как порт для подзарядки самого пауэрбанка, так и на выход для подзарядки гаджетов от устройства. И он в том числе поддерживает быстрые зарядки различных форматов, такие как Quick Charge 3.0, 2.0, Power Delivery 3.0 и 2.0 также. Опять же в обе стороны. Обычно такие пауэрбанки приходится заряжать очень долго, потому что они имеют высокий объем и на это уходит примерно 8-9 часов. Здесь же при использовании зарядки с поддержкой формата Power Delivery 3.0, вот такой вот например, это PWPL3, и у нее как раз таки имеется такой порт, который выдает 30 Вт мощности. Так вот, с помощью подобной зарядки данный пауэрбанк заряжается всего за 3,5 часа. И это реально очень сильно экономит время. Однако, если у вас нет подобной зарядки, и вы используете стандартные адаптеры на 5 Вольт и 2 Ампера, то это также не проблема. Можно смело заряжать и от них, просто по времени это будет дольше. На выход этот порт также поддерживает все вышеперечисленные протоколы работы, поэтому он отлично подходит для подзарядки современных гаджетов, айфонов, андроид-смартфонов, планшетов, нетбуков, игровых приставок и других устройств, оборудованных данной технологией. Максимальная мощность, доступная на всех выходах одновременно с этого пауэрбанка, составляет 45 Вт, поэтому с его помощью можно смело заряжать до трех устройств, одно через Type-C и два через стандартные USB разъемы. Аккумуляторы в пауэрбанке используются литий-полимерные. Ну и в дополнение, данный девайс имеет защиту от перезаряда, короткого замыкания, перегрева и скачков напряжения. Это тоже как ни крути плюс, потому что далеко не все производители пауэрбанков заморачиваются безопасностью своих устройств. Следующая коробка оказалась в хлам раздолбана, благо товар уцелел. И что самое смешное, это не почта России, это курьерская доставка Пикпоинт, у нас вот так вот товары доставляет. Внутри смарт-адаптер для розетки, модель SHP6. При помощи данного адаптера можно настроить удаленное управление питанием на каком-либо устройстве, и при помощи смартфона включать питание, ну или наоборот выключать. Максимально допустимая мощность, заявленная производителем, равна 2300 Вт. Подключение к устройству происходит по Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц. А это значит, что управлять ей можно из любой точки мира, главное, чтобы у вашего смартфона была возможность подключения к интернету. Также порадовало, что данный адаптер выполнен под нашу европейскую розетку, и нет необходимости использовать адаптеры. Ну и наличие заземления на нем, также лишним точно не будет. Также внутри имеется встроенная защита от перегрева, скачков напряжения и перегрузки, при срабатывании которых устройство автоматически отключается. Для работы с девайсом необходимо использовать программу от Blitzwolf. Скачать ее можно бесплатно с Google Play или App Store. После этого адаптер необходимо включить в розетку и дождаться, пока заморгает синий светодиод. Если адаптер новый, только из коробки, то это происходит автоматически. Если же его уже использовали, то необходимо нажать и удерживать кнопку сброса настроек на корпусе, до тех пор, пока не заморгает светодиод. Далее выбираем наше устройство из списка доступных гаджетов и подключаемся к нему. Интерфейс программы русифицирован, так что в работе с ней никаких проблем и недопонимания не возникает. Тут можно включить-выключить питание. Установить расписание, когда адаптер будет включать или выключать подключенное устройство по времени. Есть возможность установить таймер на отключение, если, например, нужно что-то обесточить, допустим, через полчаса. Ну и дополнительно программа ведет сбор статистики по потреблению энергии, где можно посмотреть текущее напряжение, мощность, ток, а также сколько киловатт-часов было потрачено. Штука годная, сделана качественно, работает без глюков, так что если кому-то надо, то ссылка по традиции в описании под видео. Следующий товар это зарядка. У меня уже была подобная не так давно на обзоре, знакомые увидали ее у меня и попросили также заказать им. Это PL3, сетевой адаптер на два USB порта, каждый из которых поддерживает быструю зарядку формата Quick Charge 3.0. Максимальная мощность тут 36 Вт. Естественно, что при таких нагрузках тут имеются также встроенные защиты от перегрузки, скачков напряжения и так далее. На передней части имеется небольшой светодиод, который сигнализирует об наличии питания в сети. Если у вас в семье несколько гаджетов, которые поддерживают подобный тип зарядки, то такая штуковина вам просто необходима. Ну и в завершении сегодня товар, который подойдет любителям мобильной фотографии, людям, кто снимает на смартфоны, экшн-камеры и подобные девайсы. Это штатив, но штатив необыкновенный, это же Блицвульф. Гибкими штативами сейчас мало кого удивишь. Китайцы производят кучу различных вариантов от совсем дешевых, но совсем ненадежных при этом штативов, до более дорогих вариантов, которые, конечно же, лучше по качеству, чем предыдущие копеечные. И Блицвульф смогли выпустить весьма качественный продукт, при этом за не сильно дорого. Ну, посудите сами, примерно за 20 баксов, во-первых, вы получаете неплохой комплект. В коробке, кроме самого штатива, приходит держатель, качественный держатель для смартфона, крепление под экшн-камеру, пульт дистанционного управления камерой при помощи Bluetooth-подключения и, о чудо, запасная батарейка для него. Ну и сам штатив реально очень классный. Его максимальная высота составляет 28 см. Головка шаровая с зажимным кольцом, поэтому всегда можно легко отрегулировать положение камеры не только относительно горизонта, но и наклонить в нужную сторону по необходимости. Ножки немного раздвигаются для большей устойчивости. Максимально допустимая нагрузка на штатив – это 800 грамм. Ну и самое главное – это материал, из которого выполнены ножки штатива. Тут алюминиевый сердечник и что-то типа мягкой и очень цепкой резины. За счет этого штатив обладает высокой сцепляемостью с поверхностью, на которую он намотан. А намотать его можно куда угодно. Различные трубы, турники, ветки деревьев, руль велосипеда, забор, да и черт еще сколько вариантов. И при этом зимой покрытие ножек не дубеет и его можно использовать в мороз. Это проверено лично. Штативу не страшны вода или снег, так что варианты применения этого штатива просто безграничны. Ну и по традиции конкурс на 5 баксов. Для участия в нем необходимо быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео и написать, какой из товаров вам понравился больше всего в этом видео. Итоги через неделю. Следующие выходные их я подведу на моем втором канале в группе в ВК. Ссылки на все товары, актуальные скидки также в описании под роликом. Всем пока и удачных вам покупок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok